Два года назад Анастасия перевела в Одинцовский центр эстетического воспитания свою дочь Диану. Это был судьбоносный день. Малышку приняли в студию Росток, а Насте предложили создать на базе центра собственный коллектив. Долго не раздумывая, она согласилась, оставила театр в Москве и открыла набор в свой коллектив. Мы очень рады, когда она к нам пришла. Она сразу заняла свою нишу. Музыкальный театр – это вещь. Я считаю уникальной, особенно для детей, когда она маленьких дешкалят, выводит на сцену, и они у нее поют. Они у нее ведут себя настолько естественно. Они открываются с ней, они учатся видеть друг друга, не боятся сцены, учатся общаться. Это замечательно. Молодой педагог активно включилась в работу центра. Сегодня в ее группе занимается огромное количество ребят. Они ставят спектакли, участвуют во всех концертах и праздниках, и не только на сценической площадке АЦЭВА. Предложение прийти на конкурс педагогического мастерства Анастасия приняла сразу. Боец по натуре, она не сомневалась в своей победе. Тем более рядом были коллеги, воспитанники и ее семья. Я согласилась сразу, наверное, еще отчасти не понимая, на что я согласилась. В принципе, для меня это был такой своего рода эксперимент. А почему бы и нет? Потому что, в принципе, я знаю, что я достаточно, я действительно училась порядка 20 лет суммарно. И поэтому я считаю, что за 20 лет уже можно было достичь какого-то определенного уровня развития. И можно двигаться дальше, потому что плохо тот педагог, который не развивается. И сам забыл, что такое артист. И поэтому, в принципе, я с благодарностью и с интересом приняла это предложение. Анастасия Коваленкова стала победителем сначала районного уровня конкурса «Сердце отдают детям». А потом и в области показала высокие результаты и завоевала первое место. Опыт колоссальный. Еще очень много интересных, действительно интересных знакомств. Знакомств, начиная от методистов и заканчивая другими педагогами. Потому что мы все, все видели открытые уроки друг друга. Все работали постоянно на одной площадке. Постоянно даже какие-то вот внутри начали происходить какие-то коллаборации. То есть, людям настолько стало интересно творчество других. Мы же все очень разные. Я, например, педагог театра. Параллельно со мной в одной категории был педагог дизайна и конструирования одежды. Параллельно флорист. И то есть, это, естественно, каждому из нас давало какие-то новые идеи. А что, а можно было бы еще включить дальше? Это, несомненно, очень интересно. Всероссийский конкурс «Сердце отдают детям» в этом году пройдет в Магадане. Представлять Московскую область будет наш педагог дополнительного образования Анастасия Коваленкова. Впереди еще почти полгода для подготовки. Время есть, чтобы стать первой. Мария Шманкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».